Здравствуйте, товарищ Рыбалу! В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об одной интересной приманке от довольно-таки известного производителя. Называется приманка Mr. Yuno 75S. Производит данную приманку одна из любимых моих компаний, фирма Matoma, которая славится не только воблерами, но также отличными силиконными приманками. В данном случае приманка класса Mino. Длина приманки составляет 75 мм. Весит она 6,5 грамм. И заглубляется до 10 см. Это такой подповерхностный воблерочек, который способен соблазнить фактически любую рыбу. Прекрасно работает на течении и имеет очень интересную оригинальную игру. Тело приманки, как водится у воблеров Mino, такое равномерно вытянутое, длинненькое, очень детально проработанное, с виду напоминает малька. Имеются такие 3D-глаза, детально проработанные жаберные крышки, по всему корпусу имеются крестообразные насечки, имитирующие чешую и придающие дополнительную привлекательность при отражении света от корпуса. Имеет очень хорошее лакокрасочное покрытие, устойчивое к многочисленным поклёвкам, даже жазубастой хищнице. Ещё одна особенность приманки в том, что, несмотря на свой размер, она оснащена аж тремя тройниками сравнительно небольшого размера, что, само собой, минимизирует количество холостых поклёвок и исходов. Стоит рыбе зацепиться за один крючок, и чем она больше сопротивляется, тем больше крючков в неё впиваются. Конечно, это, на мой взгляд, негуманно, но если вы рыбу ловите не ради спортивного интереса, а для того, чтобы её забрать и съесть, то, в принципе, это не столь критично. Вобля прекрасно работает по щуке на мелководьях, очень эффективен для проводки над травой, прекрасно работает на течении в силу своего небольшого размера и узкого вытянутого тела. Хотелось отметить то, что модель ещё тонущая. Так что, всем, кому интересно, советую приобрести, у приманки имеется такой небольшой шумовой эффект, не слишком звонкий, но не слишком тихий. На мой взгляд, самый раз. Несмотря на то, что приманка лишена системы дальнего заброса, она очень хорошо летит, не кувыркаясь, чётко хвостиком вперёд, и забросить её даже в ветреную погоду, хорошим спиннингом, не составит никакого труда. Советую обратить на данную приманку внимание. Приманка недорогая и вполне достойная. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazin.